Сегодня есть повод поговорить о войне в Украине, о военной операции, как она называется в России у нас. 99-й день войны. Четверг, 2 июня. 24% территории Украины уже заняты российскими и союзными войсками ДНР и ЛНР. Это хороший результат, не тот, конечно, на который рассчитывали многие, но тем не менее результат большой. И уже можно подводить некоторые итоги. Но я хотел поговорить не об этом, а о том, что война переходит в новую стадию. Итак, июнь начался в среду, сам месяц воздушный, и начался в такой же день в среду, коммуникационный день. То есть, когда лето и июнь выпадают на среду, это ждите мощных атак с воздуха, с неба, удары по коммуникациям, по транспортным системам, узловым станциям, тоннелям, мостам, радиовышкам, телевизионным вышкам, по инфраструктуре, которой еще очень много целой невредимой в Украине осталось. То есть, тактика сейчас поменяется, вперед пойдет авиация и артиллерия. Июнь – это месяц артиллерии и авиации. Соответственно, и наступление будет таким же быстрым, стремительным, продвижение активным. Поэтому вот это сопротивление за каждый дом, за каждый колхоз, там, поселок, биться, сражаться насмерть, бессмысленно. Это я имею в виду украинских защитников, скажем так. Поэтому смысла нет биться за каждый населенный пункт. Все равно Россия будет атаковать со всех своих возможных позиций. И никакие поставки того или иного вооружения не помогут, значит, Украине одержать победу, а тем более перелом. Все это затягивает только военные операции, смысла никакого не имеет. Но у нас будут обсуждать в России поставки авиационные, значит, артиллерии, других установок борьбы с пехотой нашей и танками и всем остальным. Это, повторяю, не поможет. Прогноз благоприятный для России и неблагоприятный для Украины и ее союзников. Кроме того, я посмотрел момент до 12 июля, в верхах в Украине на самом высоком уровне зреют недовольства общей политикой, внешней политикой, внутренней политикой и военной политикой Зеленского. Поэтому ему следует готовиться, так ему и передайте, кто это будет смотреть с Украины, к неприятностям большим со стороны военных и других служб. Так что пусть он позаботится о своей безопасности личной и устойчивости своего правления. А тем временем Россия будет продвигаться, продвигаться серьезно. И будем мы занимать города чуть ли не каждый день, населенные пункты, я имею в виду, не именно города, а населенные пункты. Каждый день, мало-помалу, мы будем продвигаться. Поэтому июнь с точки зрения военной тактики, месяц продвижения, стремительных атак, захватов, проникновений, тыловых проникновений и так далее. Поэтому и десантура, и операции в тылу, и обстрелы с воздуха и с земли будут интенсивными. К сожалению, Украина ответит на это бомбардировками, обстрелами городов, уже освобожденных. Очень много в июне будет случайных смертей, нелепых, трагических, случайных. Женщин, детей, обстрелы инфраструктуры гражданской. К сожалению, в июне это продлится. Поэтому нужно вводить карантин на посещение вот этих всех общественных заведений в июне месяце, на территориях, которые мы освобождаем. То есть, скорее бы, уже прошли все эти выпускные, позакрывали школы, детские сады и прочее. И тогда это уже будет хоть какая-то безопасность. Еще один момент хотел я рассказать. Это исход беженцев Украины и стран Европы, перераспределение их по разным странам. То есть, из одной страны они будут перемещаться в какую-то другую, искать себе новое пристанище. Основной массив стран европейских будет украинцев изгонять, выдавливать медленно и уверенно. В июне, в июле и далее. Вообще, честно говоря, не понимаю. Ну, это эмоциональный эффект, конечно. Бежать куда-то, бежать, не думая о том, сколько ты проживешь, как долго продлится твое скитание и так далее. Стратегии, конечно, нет никакой. Это все под воздействием эмоциональных состояний происходило. И вот сейчас произойдет перелом. В июне. То есть, возвращение на Украину тех, кто убежал в Европу, у кого заканчиваются деньги, которых просят покинуть гостиницы, отели и так далее. И всячески будут, естественно, принижать, унижать и так далее. Ну, а славянская натура не терпит всяких ограничений. А как того хотят или не хотят украинцы? Ну, они похожи на нас, а мы ни свободы не терпим. Поэтому, конечно, здесь будут проблемы. Конфликт, это все будет показываться по телевидению, в прессе, преступления. То есть, компрометация украинцев в западной Европе, их поступками и действиями, их раздражением, паникой, гневом и прочим будет продолжаться. А в отношении нас будет тактика такая же. Будут фейки бесконечные. Июнь – это месяц фейков. Их будет очень много. Это будет продолжаться и так далее. Вот такой он 99-й день войны, военной операции, Вознесение Господня, четверг. Поздравляю вас с этим праздником. Ну, а прогноз такой, какой он есть. Еще хочу добавить в конце особая осторожность самолетам, путешествиям по воздуху. Июнь месяц – это опасный месяц, конфликтный. Всякие недоразумения могут быть и так далее. И вообще в дороге будьте аккуратны, осторожны. Молитесь Архангелу Рафаилу-путеводителю, Гавриилу-благовестнику и Уриилу. Огонь и свет Божий его день сегодня мы вспоминаем. Спасибо, что послушали. Обнимаю вас с праздником. Всех поздравляю с Вознесением Господним.